Здравствуйте! Досрочное голосование на выборах президента России началось во вторник в Амурской области Стындинского округа. Участковая комиссия направилась к золотодобытчикам сегодня в 5 утра. Добираться к золотодобытчикам АО «Прииск Соловьевской комиссии» будет почти 6 часов. На участке Арчакой ждут порядка 300 избирателей. Голосовать работники «Прииска» будут как на рабочих местах во время обеденного перерыва, так и во время пересменки. Досрочное голосование в труднодоступных и отдаленных территориях продлится до 14 марта. Проголосовать заранее смогут около 5000 амурчан. Это жители маленьких отдаленных сел, иневоды, метеорологи, пограничники, военные строители, дорожники и мостовики. А теперь вопрос, а зачем тогда э-дистанционное голосование? Если в ближайшие две недели добираться к избирателям, работникам избиркомов предстоит на вертолете, грузовике, внедорожнике и гусеничном тягаче. А в Москве, где пока еще везде можно проехать на метро, зачем-то организовано дистанционное голосование. Причем по результатам нашего вчерашнего опроса, одобряете ли вы практику дистанционного электронного голосования, ДЭК, ответило 7600 респондентов. Да, 3% нет, 97%. Может это амурские золотодобытчики дружно ответили нет и им привезли бюллетень на вертолете? Ну, про помощь канал не напоминаю. Кратко, конфискация прибыли от замороженных активов РФ согласована в Европейском Союзе до 60 миллиардов евро передадут Украине. Макрон не исключил возможности отправки войск стран Запада на Украину. Хуситы ударили по четырем связывающим Европу с Азией подводным кабелем. Вчера обстрелу подвергся Донецк, одна женщина убита и четыре жителя ранены. Германия не хочет быть втянутой в войну с Россией. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что выступает против поставок Украине дальнобойных крылатых ракет Таурус, поскольку их использование Киевом может привести к втягиванию Берлина в конфликт с Россией. И Шольц отметил, что ФРГ нигде не должна быть связана с целями, которые достигнут Таурус. И это должны четко понимать все. Цитата. «Я поражаюсь, что некоторых даже не волнует, что они даже не задумываются над тем, что дело может в известной мере дойти до участия в войне из-за того, что мы делаем. Я объяснил, почему это не принимается в расчет, и это окончательное решение». Это добавил Канцлер. Вообще, чем ближе страна к границам России, тем осмотрительнее ведут себя политики. Все же от Калининграда до Берлина по прямой на 100 километров ближе, чем от Харькова до Москвы. «На полгода запретили экспорт бензина. Правительство РФ с 1 марта планирует на полгода ввести запрет экспорта бензина из России», подтвердил журналистом представитель вице-премьера Александра Новака. «Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин одобрил временный запрет экспорта бензина с 1 марта на полгода и увеличение продаж дизельного топлива на бирже до 16%. На вопрос, действительно ли это так, представитель Новака ответил «Так». Лаконично. А почему запрет только сейчас и только на полгода? Вся Восточная Европа заправляется нашим бензином, при этом совершенно непонятно, как они за него расплачиваются. Легально? Никак. Мне кажется, два года на то, чтобы сообразить, довольно много. Военные округа меняют очертания. Президент Путин подписал указ о воссоздании Московского и Ленинградского военных округов, включении Донбасса и Новороссии в состав Южного военного округа. Тем же указом с 1 марта упраздняется Западный военный округ, а Северный флот лишается статуса межридового стратегического территориального объединения, который фактически приравнивал его к военным округам. Московский и Ленинградский военные округа были упразднены в 2010 году, когда на их основе создали Запад. В 2014 году из его состава выделили Северный флот, преобразованный в объединенное стратегическое командование. В состав воссозданных Московского и Ленинградского военных округов включены регионы, которые входили в них на момент упразднения. В декабре 1923 года Путин заявил, что Россия вынуждена воссоздать Ленинградский военный округ и концентрировать там определенные воинские подразделения из-за вступления Финляндии в НАТО. В Южный военный округ включены Донецкая и Луганская народные республики Запорожской и Херсонской области. К моменту распада Советского Союза два региона Донбасса входили в состав Киевского военного округа, а две области Новороссии в Одесский.